Где смотреть прохождение игр? Как выбрать лучший игровой канал среди огромного множества существующих? Я всегда говорил, ребята, что смотреть нужно только те прохождения, где игры пройдены на сто процентов. Именно так они проходятся на VirtuaZilla Game World. И сегодня вы здесь. Это правильное решение. Мы продолжаем с вами проходить квест Runaway. Добро пожаловать и добрый вечер всем вам. Так, ребята, я тут кое-что еще нашел и покажу вам. Вот тут спрятался предмет, который я сразу не заметил. Давайте посмотрим, что это за предмет. Какая-то ручка, фонарик или что-то в этом роде. Есть такие фонарики, в которые встроено все на свете. Есть. Это не фонарик, это мини-пылесос. Уверен, что это мне пригодится. Я тоже уверен и даже знаю, скорее всего, где нам это пригодится при использовании на вот этой решетке. Но сперва посмотрим на него. Очень похож на тот, что у меня в машине. А что касается моей машины, надеюсь, она спокойно стоит на стоянке у музея в Чикаго. И как только все закончится, я ее оттуда заберу. Очень похож на... А что... Так. Ничего не вижу. Карла утверждала, что таблетка упала туда. Попробуем применить мини-пылесос на решетку. Отличная мысль. Может быть, удастся найти ту таблетку, о которой говорила Карла. А вместе с ней еще и целый ворох пыли, волос и прочего мусора. Но таблетку мы все-таки должны... Откроем пылесос и проверим, улыбнулась ли нам удача. Извлечь из этого всего. Гениально! Вот эта таблетка. Есть таблетка, больше чем пылесос по размеру, ну почти такая же. Так ее здесь изобразили, посмотрим. Это лекарство от живота. Ага, вот что имела в виду Карла. Если это смешать со спиртным, будешь спать как убитый. Это лекарство от... Ага. Не вижу смысла. Нет. Не хочет дать пас Карле. Жаль. Хорошо. Так. Я действительно не знаю, зачем нужен тот мяч, поэтому... Пытаюсь применить его на персонажей. Может быть, начнется какая-то игра. Я пока не понимаю, чего можно этим добиться. Я тоже. С этим ничего нельзя сделать. Хм. А здесь, смотрите, здесь диалог другой. Я пока не понимаю. То есть, он не говорит нет и... Что-то вот из стандартных фраз. Может быть, мяч нужно будет применять вместе с Лулой как-то. Надо это запомнить. И давайте подумаем, что делать дальше нам. Мы получили масло для загара. Я думаю, что мы можем им смазать пулемет. Подойдет ли это масло? Попробуем. Это, конечно, не оружейное масло. Но за неимением лучшего. Угу. Теперь он заработает. Посмотрим, что получится. Скрипит. Ездит не очень плавно, но тем не менее. Отлично. Теперь можно обстрелять хижину. Так, друзья. Стрелять в хижину. Но чем? У нас пустая лента. Нужно будет поискать патроны. Вычищен и может стрелять. Нужны патроны. По-моему, хижина – отличная цель. У меня же нет патронов для пулемета. По-моему, у меня же... Так, здесь поблизости я тоже патронов не вижу. Давайте подумаем, куда мы можем с вами сходить еще. К хижине бандитов. Ну, давайте подойдем. Посмотрим, что можно взять здесь. Шины. Куча старой ненужной резины. Куча старой ненужной резины. Пойдет для того, чтобы начинать революцию. Так что пригодится. Пусть складируют. Так. Бак. Оно железное и очень грязное. Оно железное и очень грязное. Хорошо. Может пригодиться. У нас уже так много всего в инвентаре. Довольно древнее, но хотя бы без дырок в днище. Даже не знаю, что с чем сейчас совмещать. Пока только накапливаем все предметы. И я думаю, это все поможет нам реализовать задуманный главным героем план. Довольно древнее, но в приличном состоянии. Довольно древнее. Я бы с удовольствием, но сейчас не время. Я бы с удовольствием. Красивый кактус расцвел. Так, дверь. Смотрим. Закрыто. Нет, пока не стоит туда идти. Еще не время. Боюсь, что мы в самой гуще проблем. Лучше не появляться перед хижиной. Если эти бандиты меня увидят, я пропал. Попробуем пропасть. Лучше не появляться. Нет, герой не хочет туда идти. Даже если я пытаюсь его туда направить. Шины мы уже осмотрели. Кресло также. Вилы посмотреть нельзя. Доски тоже. Так, ну взяли ведро. И уже не зря мы сюда пришли. Облака как будто вздымающиеся. Клубы дыма такие. Так, давайте. Давайте прогуляемся сюда. Что это за место? Похоже сюда вела железная дорога. Хотя судя по этому вагону, она давным-давно заброшена. Да, это место вообще сплошная глушь. Кладбище самолетов. Вагонов. Поездов. Места довольно пустынные. Муравейник. Ящик. Дверь. Будка. Давайте посмотрим на Будку. Скорее всего там осталась кое-какая взрывчатка. Хм. Не на миллиметр не сдвинулась. Ее никто не открывал долгие годы. Теперь она застряла намертво. Ее не... Невозможно. Она совершенно не двигается. Не знаю, как можно это открыть. И... Попробовать лом? Нет, не выйдет. Дверь настолько сильно застряла, что никаким ломом ее не подцепить. Нет. Что же тогда? Плакат. Осторожно, взрывчатка. Осторожно, взрывчатка. Осторожно. Нет. Пусть лежит, где лежало. Нет. Ящик пуст. Пусто. Не вижу зачем. Не вижу зачем. Пусто. Ящик пуст, но герой намекает, что в Будке осталась взрывчатка. Нужно как-то сладить с дверью. Интересно, какие муравьи здесь водятся? Нет, спасибо. Вы что, не видели фильм муравьи? Я не видел. Интересный. Интересно, какие... Нет, спасибо. Вы что? Так, друзья. Ладно. Что тут еще? Цистерна с водой. Не думаю, что там много воды. Дожди здесь идут нечасто. Нет, я туда не заберусь. Нет, я туда не заберусь. И лестница. Она такая дряхлая, что не выдержит человека. Человеческого веса. Она так... Нет, я по такой не полезу. Так, выпавший сломанный семафор болтается на ветру. Вагон. Ну, давайте посмотрим. Старый товарный вагон. Старый товарный... Нет, 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 нет. Пока не нужно идти в него. Досмотрим еще эту часть. А потом пойдем. Старый товарный вагон. Это все... Это все вагон. И есть войти в вагон у нас, ребята, вот. Старый товарный вагон. Интересно, чем отличается вагон и войти в вагон, потому что на вагоне мы тоже... Посмотрим, что там внутри. Вот так вот перейти. Скорее всего, это одно и то же. Внутри не слишком хорошо пахнет. Понимаю. Это старая тряпка на двери. Закрывает обзор. Сейчас попробуем теперь войти в вагон. Да, как я предполагал, одно и то же. Но посмотрим, что мы здесь найдем. Бак. В нем лежат разные винты и гвозди. Думаю, их использовали при строительстве железной дороги. Тут полно гвоздей. Нет, все ведро мне ни к чему. Но один винтик может пригодиться. Он достаточно длинный. Может пригодиться. Все больше и больше у нас вещей, ребята. Довольно длинный. Давайте попробуем совместить. Мне не нравится это не лучшее. И не надейся. Да, думаю, головка винта подходит. Опа. Вот так вот случайно. Они так подошли друг к другу, что не стоит их разделять. Мы какой-то сделали штопор. Самодельный штопор. Теперь это похоже на штопор. И что, им проколоть? Может быть еще с чем-то соединить? Мне ничего. С этим ничего. Ну, хорошо. Что пора ставим? Тут полно гвоздей. Еще раз больше. Мне больше не нужны ни винты, ни гвозди. Посмотрите на эти бедные часы. Стекло разбито. И не хватает часовой стрелки. Они очень старые. Думаю, их уже не починить. Стекло разбито. Пожалуй, лучше их не трогать. Она довольно длинная и с крюком на конце. Я не знаю, для чего мне это может потребоваться. Не выйдет. Она привинчена к стене вагона. Я не знаю... Но, может быть, ее можно куда-то оттащить. Так, мусор. Это что? Тут полно всякого хлама. Тут полно... Нет, здесь нет ничего интересного. Бочка. В мусоре. Икс, икс, икс. Нет сомнений. Это бочонок с порохом. Так, интересно. Слишком тяжелый. Да мне и не надо столько пороха. Тем более, что бочонок запечатан. Может быть, и этот штопор поможет как-то... Провинтить в нем отверстие. Давайте попробуем. Да, теперь можно провертеть дырку в бочонке. Но не во что будет собрать порох, когда он посыплется. Но у нас есть бак, у нас есть каска. Может быть, каска? Нет, пожалуй, каска не подойдет для того, чтобы набрать пороху. Она неустойчивая. Нет пороха. Давайте еще попробуем применить что-то, что не подойдет. Мне не нравится эта идея. Видите, для каски сделали отдельную реплику, которую я вам, друзья, показываю. Как насчет этого ведра. Да, если поставить ведро под бочонок, порох можно будет сыпать прямо в него. Можно будет отсыпать немного пороха. Слишком тяжелый. Тем более, что нужно подставить его под бочонок пороха. Можно его забрать сейчас. Лучше оставить, пока в него не насыплется порох. Так, пробуем снова. Мне не нравится эта идея. Теперь можно провертеть дырку, и порох посыплется в ведро. Отлично, ведро наполнилось порохом. Непонятно, правда, зачем мне это все сейчас. Мне больше не нужен порох. Ну, логично, что порох нужен для пулемета, который мы с вами смазали. Оно почти доверху полно пороха. Но нам надо еще, ребята, найти патроны. Отлично, теперь у меня есть порох. Посмотрим. Оно почти заполнено порохом. Мне не нравится эта идея. Длинные, металлические и заостряются кверху. Похожи на патроны. Вот. Вот она. Подсказка. Тюбики от помады отлично подходят к ячейкам. Но это же не патроны. А если попробовать добавить пороха? Мне нравится эта мысль. Превратить безобидный тюбик помады в свирепую пулю. Ладно. Засыпем порох в тюбик. Мне тоже нравится. Готово. И у нас есть патрон. Такой вот самодельный патрон. Выглядит как патроны. А если набить порох, то можно будет стрелять. Выглядит. Посмотрим, подойдет ли это. Великолепно. Посмотрим, хватит ли мне патронов на всю ленту. Я могу обойтись и одним патроном. Так, у нас есть первый такой импровизированный патрон. Но там было еще много тюбиков. Может быть их можно сделать. Тут полно всякого хлама. Чтобы насыпать пороха, нужно пробить дырку. Но дырка есть уже не есть. Мне не нужно больше пороха. Так, что тут еще есть? Бочонки вот еще есть, ребята. Этот вагон напомнил мне поезд из квеста The Raven Legacy of a Master Thief. Он на канале пройден 100%. Ребята, квест хороший. Посмотрите тоже. Один закрыт. Остальные пусты. Нет, не думаю, что в них лежит что-нибудь ценное. Один закрыт. Нет. Если один закрыт. Мне не нужны эти бочонки. Мне не нужны. То может быть попробовать его как-то открыть. И первое, что приходит в голову, это этот ломик. Только у одного из бочонков есть крышка. Попробуем его открыть. Есть. Что это там внутри? Арахис! Интересно, сколько он пролежал в этой бочке? Будем готовить сникерс. Не тормози. Сникерс не. На вид не очень старые. Но лучше я не стану пробовать. На вид не очень старые. Но лучше я не стану пробовать. Не вижу смысла. Нет. Ну хорошо. Они все пустые. Теперь все пустые. Мне не нужны эти бочонки. Они. И все открытые. Так, что еще? Здесь не осмотрел. Керосинка. Она недоступна. Винты нам больше не нужны. Давайте двинемся далее, ребята. Так, как же нам эту дверь открыть? Ахахах. Может быть, штопор как-то поможет. С этим ничего нельзя сделать. Ну, насыпать пороха здесь. Это бессмысленно. Да. Это действительно бессмысленно. На порохов муравейник. И не надейся. Может быть, дать муравьям орехов? Не самая удачная идея. Ну, ладно. У нас есть еще одно место в этой локации. Неизвестное. Сходим сюда. Так, где это мы? Кто-то что-то... Похоже, тут кто-то есть. Боюсь, это не хороший парень. Он больше похож на бандита. Он, должно быть, охраняет этот большой сарай. Он не должен меня увидеть. А теперь нам бар. Надо посмотреть, что там внутри. Там вертолет, на котором нас сюда привезли. Теперь я понял, что тут делает этот тип. В ангаре стоит вертолет, а он его охраняет. Может быть, мы на нем сможем отсюда сбежать? Там довольно темно, но можно различить вертолет. Там довольно... Влезу через окошко. Так, можем влезть внутрь. Интересно, что это он попивает. Так, ребята. Убить из амбара. Я пока не хочу качок. Меткий парень. Ни разу даже по краю не попал. Меткий парень. Не надо. А то я так и останусь лежать внутри. Не надо. А то я так... Может быть, кинуть ему сюда слухворное в пиво. Так, куда это ты? Попал. Никто не побьет меня в этом благородном виде спорта. Попал. Так, в первую очередь... Никто не побьет меня в этом благородном виде спорта. Посмотрим. Там впереди хижина. Там впереди хижина. Попал. Нет, этот тип не собирается двигаться с места. Что же? Влезу через... Попробовать кинуть ему таблетку нужно. Никто не может так бросать пивные банки, как я. Это еще и пиво. Может быть, ему захочется в туалет. Так. Хорошая мысль. Если Карла сказала правду о том, как эти таблетки действуют вместе с алкоголем, этот тип будет вне игры. Это невозможно сделать так, чтобы он не заметил. Нужно как-то отвлечь его, чтобы я мог бросить таблетку в пиво, пока он не видит. Хм. Ну, как нам его отвлечь? Это пиво. Я бы, может, и дотянулся рукой до банки. Но не хочу рисковать, чтобы он меня увидел. Так, ребята, а как же его отвлечь? Может быть, стоит пострелять, пойти? Так, тут у нас немного действий на этом экране. Давайте сходим к трансвеститам и попробуем еще наделать патронов. Попробуем еще раз бросить мячик Луле. Да, это сработает. Может, я наконец узнаю, кто такая Лула и отвлеку ее от музыки. Лула, смотри! А почему раньше нельзя было бросать? Что изменилось? Вообще непонятно, ребят. Эй, что ты делаешь? Где ты взял этот мяч? Бросай! Этот мяч с той игры, когда я завоевала свой первый титул. Здорово! Нет, ты точно Луис Ламар. И я вижу, ты еще помнишь, как обращаться с баскетбольным мячом. Разве можно это забыть? Все-таки три раза быть признанным лучшим игроком в высшей лиге чего-то да стоит. А как насчет того броска на чемпионате, когда ты промазал? Это была случайность, идиот. Этот слепой арбитр ничего не видел. Эти сволочи журналисты ничего не видели. Никто, черт побери, ничего не видел. Это была просто ошибка. Хорошо, хорошо, успокойся, Луи... То есть Лула. Все это уже в прошлом, и не будем ворошить его. Все уже кончилось. Все хоть раз мазали по кольцу в своей жизни. Ну, подумаешь, единственный штрафной, на финале чемпионата НБА. Ничего особенного. Ты считаешь, это не была случайность? Нет-нет. Конечно, просто случайность. И вообще все было подстроено. Что на самом деле важно, так это то, что ты можешь здорово мне помочь. Ведь тебе будет несложно попасть в бочку банкой, правда? Ты ведь можешь, правда? А мне очень нужно отвлечь этого бандита. Хорошо. Как хочешь. Вот почему нельзя было раньше. Но с двумя условиями. Во-первых, мое прошлое останется между нами. Я не хочу, чтобы Карла и Мариола знали. И второе. Ты должен пойти со мной. С того промаха, я имею в виду, с той ужасной случайности, когда я не попал в корзину, я совершенно потерял веру в себя. Я сам не стал бы разговаривать с собой, даже смотреть бы на такого неудачника не стал. Да на самом деле, с тех пор только ты со мной и разговаривал. Не может быть. Я не могу пойти. Этот тип меня узнает. Само собой, он как следует рассмотрел меня, когда вез в вертолете. Да, действительно. Хм. Придумала. У нас есть передатчики. Мы используем их в некоторых наших представлениях. Ладно. Тогда я дам тебе передатчик и пойду. Ну как? По-моему, отлично. Давай попробуем. Кто ты такая? Ты откуда? Это частная собственность. Нечего здесь шататься. Понимаешь? Ты мне не сказал, что он такой красавчик. Спокойно, Лула. Скажи, что проходила мимо и увидела, как он кидает банки в эту бочку. Да. Наш герой в окошке. Видите, ребята? Я проходила мимо и увидела, как ты кидаешь банки в эту бочку. И подумала. Да. Неплохо бросает. Неплохо. Да я бросаю лучше всех. Не верю, что ты видела, чтобы кто-нибудь еще так бросал. Скажи, что ты можешь попасть в корзину с еще большего расстояния. Нужно, чтобы он встал и пропустил меня. На самом деле, милашка, я могу попасть в корзину не хуже тебя. И даже с большего расстояния. Ха-ха-ха. Шутишь? Хочешь сказать, что побьешь меня? Я тебе покажу. Если не струсишь. Да никто никогда меня не побеждал. Будь он хоть сам Луис Ламар. Надо преподать тебе урок. Ай, хорошо, ребята. Сколько позитива вообще. Отлично. Тут целая гора пустых банок. Смотри. Давай. Не дурно. Но я могу и лучше. Надо скорее все сделать, пока у меня есть время. Пупсик. Давайте попробуем уйти. Даже с закрытыми глазами. Думаю, этот качок уже вернулся. Да вот она, эта горилла. Можем ли мы их уйти? Да, ребята. Ну, пусть они там с Лулой позанимаются. Ух ты, а Лула уже здесь? Лула. Мне очень нужно, чтобы ты отвлекла этого типа. Да, пожалуйста. В последний раз. Я обещаю. Бандит. Ты так со мной поступаешь, потому что я слабая женщина и не могу отказать. Ладно. Пошли. Воспользуемся той же системой, что и раньше. Передатчиком и оки-токи. Да-да, как хочешь. Пойдем. Ну что, посоревнуемся, кто лучше бросает. Почему бы и нет? Посмотрим. Сможешь ли ты побить такой бросок? Да. Это было хорошо. Не могу не признать, ты неплохо кидаешь банки. Но на этот раз я тебе покажу, кто из нас лучше. А я на этот раз вам показал. Надо, скорее, все сделать, пока у меня есть время. Есть еще вот такой вариант развития событий. Можно уйти и увидеть эти реплики. Можно попробовать еще раз уйти. Давайте еще попробуем. Думаю, это... Так, сходим. Попробуем взять еще помады. Всех видов и расцветок. Ладно, заберу все. Я наделаю из них целую кучу патронов. Да у нас вообще теперь полный арсенал. Если набить их порохом, получатся отличные патроны. Сначала нужно послушать твой комментарий, а теперь... И не надейся. Можем набивать. Отлично. Из всех этих тюбиков получится куча патронов. Готово. Порох как раз то, что нужно, чтобы наполнить тюбики. Пустое. Остались только следы пороха. Мы использовали весь порох, который у нас был, ребята. Теперь импровизированные пули вставляем в ленту пулемета. Хорошо, вставим их в ленту. Как новая. Отлично. Все готово. Ох, наверное, наш герой никогда не мог представить, что ему придется стрелять губными помадами трансвеститов где-то в пустыне из старого пулемета, установленного на самолете времен Второй мировой. Но... Все вот так вот, ребята. Все вот так вот. И от этого квест только интересней. Иногда метод тыка дает неплохие результаты. Точно. Иногда... Так, я бы сейчас сходил, зарядил ленту. Но сперва сохранимся. Вот так. Лента пулемета и пулемет. Да, сейчас. Готово. Теперь можно начать стрельбу в любую минуту. Посмотрим на план. Надо чем-то привлечь внимание бандитов, чтобы они вышли из хижины. Тогда я проберусь внутрь, развяжу джину и мы с ней удерем через люк. Бандиты вернутся в хижину. И тут должна сработать вторая часть плана. Нужно что-нибудь придумать, чтобы они не смогли больше выйти из хижины и преследовать нас. Третья часть плана. Найти какое-нибудь транспортное средство, чтобы убраться отсюда. Похоже, мы посреди пустыни и пешком нам не выбраться. Чтобы бандиты больше не выскочили из дома, надо обстрелять дом из пулемета. Вычищен и заряжен. Все готово к стрельбе. Пулемет заряжен и наведен на хижину. Но стрелять пока не стоит. Я же не хочу попасть в джину. Так. Сходим. Теперь все-таки подсыпем, да, ему снотворное. Лула! Мне удалось... Ну что-то... Посмотри на это, только не разрыдайся. Берем таблетку. Шульцнер, крепкое немецкое пиво. Сначала-то посмотрим, что это... Шульцнер, шульцнер. Я бы, может, и дотянулся рукой до банки. Но не хочу рисковать, чтобы он меня увидел. И учись. Не успел? Ребята. Думаю, он уже идет. Надо убраться, чтобы он меня не заметил. А вот, может быть, даже и так. Третий раз мы здесь, и третий раз находим что-то новое. Ну что ж. Лула. Тогда... Надо опять в последний раз тебя попросить. Помочь нам. Лула! Это шикарный конец. Мне очень... Ла... Да... Ну... Пу... Не... Посмотри на это, только не разрыдайся. Пупсик. Воспользуюсь тем, что эта горилла меня не видит. Готово. Надеюсь, он допьет эту банку, прежде чем начать новую. Ну да, иначе вообще... Лучше убраться, пока он меня не заметил. Иначе вообще все даром. Скрестим пальцы, только бы получилось. Ох... Что-то я слишком наглотался пива. Может, от этого у меня голова кружится? Надо полежать немного. Отлично. Сработало. Он и двигаться-то не в состоянии. Привет, приятель. Немного устал, да? Да... Ха-ха... Отлично. Кто ты такой, гаденыш? Ты, наверное, выбрался оттуда? Из хижины? Подожди, я встану и разберусь с тобой. Вот сейчас голова кружится перестанет, и я тебе покажу. Ты не в том виде, чтоб кому-нибудь угрожать, горилла. А к тому времени, когда ты придешь в себя, мы будем уже далеко. Отлично. Не будем терять время. Я открою дверь ангара. Вертолет вытащит нас из этого проклятого места. Посмотрим на план. Надо чем-то привлечь внимание бандитов, чтобы они вышли из хижины. Тогда я проберусь внутрь, развяжу Джину, и мы с ней удерем через люк. Бандиты вернутся в хижину, и тут должна сработать вторая часть плана. Нужно что-нибудь придумать, чтобы они не смогли больше выйти из хижины и преследовать. Третья часть плана. Найти какое-нибудь транспортное средство, чтобы убраться отсюда. Похоже, мы посреди пустыни, и пешком нам не выбраться. Чтобы сбежать, мы воспользуемся вертолетом. Хотя непонятно, кто его поведет. Вот это да. Кто из нас тут умеет водить вертолет? Эта штука нас отсюда вывезет, если мы сможем ею управлять. Еще не время. Эта штука... Я иду, я могу двигаться. Я иду, я могу двигаться. Посмотрим, что тут у Гориллы. Бак еще один. Этой краской уже ничего не выкрасить. Нет, оно слишком заляпано краской. Нет. Только дотронься до вертолета, и ты пожалеешь. Она вкопана в землю. Она вкопана в землю. Мне не нужна эта куча пустых банок. Я едва могу двигаться. Так. Лучше вернись обратно в хижину, пока густо пушьет. Его с места не сдвинуть, если только Карла не преувеличила эффект таблетки. Одновременно говорить это хорошо. Он сильный парень, но сейчас он безобиднее воробушка. Его с места не сдвинуть. Он сильный. Лучше не надо. Он не слишком общительный парень. Лучше не надо. Так, что еще, ребята, бочка. Банки пива и кубики льда. Там полно пива. Со мной никогда такое не было. Нет, у меня нет времени напиваться. Банка. Это арахисовое масло. Сильно пахнет жареным арахисом. Сильно... Хуже, чем после змеиного укуса. Лучше нести это с закрытой крышкой. Мы взяли арахисовое масло. Приближаемся к приготовлению сникерса. Так. Да, да. Эта банка двигается. Это опасно. Стеклянная банка. Это опасно? Да, странный ты тип. Да не банка опасна. А дикие термиты. Термиты? Да эти зверюги сбегаются на запах арахисового масла. Э-э-э-э. Да ему досталось больше, чем я думал. Думаешь, что делаешь, дебил? Видишь эти остатки деревяшки? Это было отличное кресло-качалка. Один раз оставил на нем открытую банку с маслом. За пару часов термиты оставили от него рожки да ножки. Ну если ты так говоришь... Мы позовем всех термитов с их королевой. Его с места не сдвинуть. Если только... Так, давайте попробуем смешать масло с арахисом. Не думаю, что добьюсь чего-нибудь, высыпав арахис в горшок. Так, а если попробовать это все в каску? Не хочу, чтобы это сломалось. А так? Да, использовать каску для приготовления масла хорошая мысль. Но думаю, лучше добавлять орехи в последнюю очередь. Так, значит... Мы нашли тут взаимосвязь. Я не хочу это сломать. Это бессмысленно. Нужно будет в каске готовить масло. Ведро не лучшая тара для кулинарии. У него все дно ржавое. А вот еще реплика с ведром, ребята. Так. Мне кажется, нужно было что-то сделать. Что это за мотоцикл? Байк. Он разбит и половины деталей нет. Наверное, его бросили много лет назад. Боюсь, я теперь недалеко ушел. Боюсь, я и теперь недалеко ушел. Мне кажется... Он разбит. Наверное... Нужно было что-то сделать. Лучше вернись обратно в хижину, пока Густав и Федор из тебя паштет не сделали, придурок. Остатки кресла. Мощные ребята, эти муравьи. Нет, это мне ни к чему. Только дотронься до вертолета, и ты пожалеешь. Уже дрожу от его грозных высказываний. Так. Думаем, думаем. Может быть, попробовать сходить сюда. Надо что-то с этой... Она квадратной формы. Что-то с этой осью нужно сделать, ребята. Я не могу сделать это вручную. Так, а что у нас? Посмотрим на план. Надо чем-то быстрее, чтобы... Так, у нас не хватает четвертого кусочка плана. Но, если он заговорил о термитах и дал нам подсказку, то давайте сходим сюда и попробуем использовать арахисовое масло на муравейник. И не надейся. Это не лучшая мысль. Не думаю, что... Может быть, это... И не надейся. И не термиты здесь, а просто муравейник. Так. Как-то надо открывать эту дверь. Понятия не имею как. Не самая удачная идея. Это не лучшая мысль. Нет. Нет, не выйдет. Дверь настолько сильно застряла, что никаким ломом ее не подцепить. Так, ребята. И не надейся. И не надейся. Надо подумать, что у нас еще было. Закрыто. Так, так. Я не хочу это сломать. Можем ли мы поговорить сейчас с Мариолой? Нет. Я еще ничего не сделал с очками. Как насчет поговорить с Лулой? Я уже столько раз ее отвлекал. Пусть репетирует. Я уже... Она хорошо двигается. Так. А Карла? Извини, Карла. Да, радость моя. Такая симпатяшка. Так, тут все то же самое. Ладно, отдыхай, Карла. Пока. До встречи, драгоценный. Грязная замша не поможет мне. Не самая удачная идея. Нет, замша уже очень грязная. И ее нельзя использовать второй раз. Но зато можно услышать эту реплику. Так. Это бессмысленно. Так, ребята. Я сохраняюсь. Немного передохнем. Соберемся с мыслями. Вернемся. И в дальнейшее прохождение ворвемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok